Уважаемые гости, мы очень рады, что вы пришли к нам в гости. У нас сегодня проходит мероприятие в рамках московской акции «Библионочь». Но поскольку у нас библиотека детская, у нас это называется «Библио сумерки». И у нас в гостях сегодня дуэт артисты Москонцерта под руководством Анатолия Пережогина. И увидим с вами композицию, фото, стиха, сказка. Давайте вас приветствуем. Спасибо. И в главном случае, поскольку мы в библиотеке и «Библионочь» у нас, что у вас в гостях прежде всего поэты. Да, члены союза писателей-переводчиков. Анатолий Пережогин, прозаик, поэт. Ну и вот тут у нас даже и песни мы пишем. То есть музыка тоже. Музыка, да. Кроме одной песни. Вот там автор сыграет сам нам, а мы ему споем. Значит, у нас сегодня такое вот путешествие, прогулка по природе в основном. И это называется «Потостика сказки». Когда мы начинали эту композицию делать, это было уже несколько лет тому назад, у нас еще не было песен. А сейчас много песен уже на эти стихи. И мы будем перемежать песни со стихами. Значит, фотографии вы увидите тоже большинством, сделанное нами, ну и нашими друзьями. Вы слышали о Лосином острове? Знаете, что это такое, да? Нет? Не очень, да? Это один из самых крупных заповедников в Европе. И там 120 квадратных километров площади. И из них 30% леса приходится на Москву. Вы знаете, что Сокольник – это вот часть Лосиного острова. И вот сейчас мы с вами споем. Прогулка в Лосиный остров называется. Хоть ветер расшумелся гулко, Отправы с дальнюю прогулку, Пусть спутников со мною нет, Зато есть друг – велосипед. Собраться с ним легко и просто, Ведь нас зовет Лосиный остров. А там нас встретят в поле лес И множество других чудес. Там небосвод для всех открыт, Какая глубина и тайна Божественно, необычайно Симфония небес звучит. Здесь от воды исходит свет, Какой загадочный, чудесный Четыре уточки прелестных, Скользя, словно лесной балет. А лес затих, он словно дремлет, Как точно чудным чаром немлет, Как будто сказочный герой, Раскинувшийся на покой. На дальнем берегу костер Горит, словно звезда надежды. Спокойно, тихо, безмятежно, Мир отдыхающий растет, Но вдруг и пламенно, и страстно Заказ есть вдаль и озарит. И только музыке подвластно Пересказать, как он горит, Как по неведомой дорожке, По серебристой лунной стёжке, Промчится мой велосипед, Оставив только лёгкий след. Оставив только лёгкий след. Оставив только лёгкий след. Ну, спасибо! Некоторые песни мы в первый раз исполняем, поэтому тут отнеситесь к нам, пожалуйста, с пониманием. Ещё не впет, как следует. Лесной глаз, вот вы видите. Не бойтесь, ведь глядит на вас Хоть и лесной, но добрый класс Про лесовика Вот самый настоящий лесовик Держаться незамеченным привык Поэтому прикинулся пеньком В нем разглядишь хозяина? Легко А сейчас мы споем песенку Под сопровождение автора музыки Геннадия Кидулева Он байнист Все в природе говорит Все кругом себя дарит В небе светло мавлока В веке рот, что нет цвета Шелест листерской небе Освежающая тень Брызги призрачной расти И из них еще косы Все в природе говори Все кругом себя дарит Все в природе говори Все кругом себя дарит Ростик полевых цветов Дуги радужных мостов И мелькание столбов Вдоль дороги меж рыбок За бомбитой земли И купающихся крики Красава и шипови Темнота ночи Все в природе говори Все кругом себя дарит Все в природе говори Все кругом себя дарит Пруд блестящий при луне Множество пятна где Золотая чаша осень И озер частейших просит Сатурный пушистый снег Лошадей и вечный век Но цветущие сады Ях и блестящий при луне Все в природе говори Все кругом себя дарит Все в природе говори Все кругом себя дарит Еще раз пели, да? Ну у нас будут еще песни, которые будем петь вместе Про птенцов Сейчас их не осматривает лор И не поют, хотя как будто хор Они хотят, чтоб клюб еду кидали Среди людей подобное видали? Воробушки Чирикают воробушки Не жалеют горлышки Чирикают стараются Весною наслаждаются Вот сейчас мы вам поем Фотостихо-сказка проезжа Ну, песня вот теперь это уже Вот живет на свете еж Красный еж А ты голод берет в дрожь А я дрожь О, смотри, как он хорош Да, он хорош Да, он хорош Не уголит, если все Ты решишь, коль не терпешь Коль не терпешь Яблок дать ему и что ж Сложь и что ж Ты увидишь, это ложь Яблок есть не будет еж Болока ему нальешь Благодарен будет еж Еж на имени не трожь А ты голод берет в дрожь Но пока ему нальешь Благодарен будет еж Еж на имени не трожь А ты голод берет в дрожь Вот живет на свете еж Красный еж Вы знали, что они не едят яблоки, нет? А молочко пьют, еще и как Про молоко, кстати Да, жизнь порою нелегка Себя, чтоб успокоить Мне захотелось молока Но как это устроить? Его поймал я на лугу Оно еще мычало И мне сказала Можешь пить Ну подали сначала А вот теперь про петуха Петуха видели? Да Прекрасно Вот такого красивого? А вот так, чтобы он с поднятой ногой С одной стороны стоял? Нет Ну вот сейчас пропоем И так их охраняет Но зла вам не желает И правда он красивый Не стойте и стуканом Бойцу ведь не по силам Побить вас великана Но прежде из уважения Замедлите движение Про улитку Однажды решилась на подвиг улитка Пошла прогуляться в лесок За калитку Как долго ее будут ждать домочадцы? Вот в этом загадка История вкратце А сейчас мы споем песню Про ужа Поэтому она называется Ужасик Вы поймете, почему так называется Это реальная история Которая со мной произошла В Лосином острове Лежал я как-то летним днем Один на берегу И не был я корягой Днем заверить вас могу Чувствую холодную смесь И скользил мне по ногам И знал, что делать Аниметь и не бежать фигам И знал, что делать Аниметь и не бежать фигам И видел я в змее ушах Не сразу, а потом Суп готовил без ножа С лягушкой, не с котом Я этому мужу сказал Ты что людей пугаешь А он мне хвост свой показал Так стыдно, понимаешь Лягушку заприметил Вдруг мне одиноко было И бросился по гоню в дух Меня волной накрыло Такое чувство поднялось Хотел поцеловать И петь с лягушкой не срослось Куда себя дебать И петь с лягушкой не срослось Куда себя дебать Да ладно, не теряй запал И долго не грусти А что в охоте вам мешал Так ты меня прости Да ладно, не теряй запал И долго не грусти А что в охоте вам мешал Так ты меня прости И вот представляете Я загораю, лежу Совершенно не расслабленный Спокойный И тут вдруг что-то холодное Я вскакиваю и вижу Как он делает такой зигзаг Вот в погоне за лягушкой И когда он увидел Я ему говорю Ты что делаешь? Он сразу под куст Вот как раз мне хвост показал Так, вроде стыдливо он это сделал Да ладно Это гусеничка Вот, видели такую гусеничку? Нет, махнатую Вот такие бывают Ах, какая красота Ползет по краешку листа Пушистая и белая Гусеничка смелая Мухомор А мухомор видели? Наверное все видели Между елкой и березкой Вырос гриб, одетый броско Красный головной убор Кто же это? Мухомор Точно Мухомор 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 А теперь мы расскажем вам историю Как поссорились две бабочки подружки Две бабочки Две бабочки Котограф с ними рядом объявился Снимал цветы И тех, кто близко бился Сниматься вместе мы никак не можем Как различат нас внешне мы похожи Лишь лучше я шагнуть достойно в вечность И победить тем жизни быстротечность Вот я подруга голубых кровей Читайте метку строчек красивей А я тебе значительно моложе Красивее Лишь не читайте этажей Как в споре эти бабочки портали От объектива друга друг пихали Кончался день, а с ним и посещение Фотографа терялось освещение Но не волнуйтесь, он объяснял Когда руках закончился запад Тогда на души с рядышком уселись И так из кадра никуда не делись И так из кадра никуда не делись Придумывайте сказки Смотрите Я поймала майского жука Потом с ладошки улетит он А пока Спешу его я внучке показать Ей будет, что подружкам рассказать В глазах малышки Искорки сверкают Она любуется, как лучики играют На крылышках зеркальных у него А жук сидит и не боится ничего Мы слушаем, как майский гость жужжит Играет усиками, лапками шуршит А мне все кажется, что сквозь года гляжу Ведь это детство на ладошке я держу А теперь сказка про стрекозу Вот сейчас вы поймете, что там на этой фотографии Или вы уже понимаете Темный кокон нависает На травинке над трудом Из него вдруг выползает Стрекоза ее был дом Как могла в нем уместиться Как развиться в нем смогла В небе будет, словно птица Как в свободе путь нашла Скоро в ушах сохнут крылья На прокладном ветерке Без заметного усилия Вдруг взорвется на легке Радости в душах хотела Так легко, как с приказа Полетать по кину в тело И смотреть во все глаза А глаза большие, да? Ну вот, ага Про паука Про паука Да Снуют по лейсам поезда Туда-сюда, туда-сюда А под колесный перестук В густой траве снуют паук Он мушек ловит там и тут Им не избавиться от пут А в это время поезда Везут людей туда-сюда Сказка про Лилию Видели когда-нибудь Лилию, нет? Видели Лилию, знаете, Такое есть в хорошей Нет, Лилию Ну вот она Перед вами Ее летом можно увидеть В захолустных местах вдалеке от столиц Не в головках порхающих бабочек птиц А у юной изящной застенчивой лили Вдруг родилась мечта в несравненной гили В окружении мелых больших облаков Словно мимо плывущих эпох и веков Видит в небе высоком парящий себя О подобном мечтаешь лишь сильно любя И раскрыла, как крылья свои лепестки В отражении неба на главе реки Вот такая сказка А вот немножко забежали мы вперед И читаем про желтый лист Почему? Чудо? Да, чудо как раз Так, продолжай Над землею лист кружится Вертится, но не ложится Видим редкую картинку Не заметив паутинку И вот мы сейчас про желтый листик еще песню спроедем Можно танцевать Это Ваня Желтый листик сухой Лег на книжку кружась Возродился строкой Ритмой стадь не боясь Как посланник небес Над скамейкой парил Добрым словом воскрес И мечту подарил И мечту подарил Добрым словом воскрес И мечту подарил Яркой осени дар Там шальной матерет Попушился, упал Ты на книжку прилет Возвратился В стихах Стало сердцу светло Он дополнил слова Что в душе залегло Он дополнил слова Что в душе залегло Я как этот листок Мыслю вечно шагну Что в тепле моих строк Путник слов отдохнул Выпить чистой воды И уставшей душой Без заботы нужды Обрести в них покой Без заботы нужды Обрести в них покой Вот так вот для обыкновенного человека Ну что, лесочек, да? Вот целая история про листок Написанная Раисой Александровной Креницкой Про дятла Осень тихо Лес молчит Но вдруг дятел застучит И в душе укрепит силы Теплые деньки Столь милы Яркий лиственный ковер Пред зимой ласкает взор Ну и сейчас можно увидеть Видели вообще когда-нибудь дятла? Видели Да, видели, нет? Да, видели Ну не по телевизору, надеюсь Не в компьютере На улице Теперь мы вам сказку про две волны Пропоем Две волны поспорили Кто выше Кто сильней Среди пивучников В шуме ветра Спор Едва был слышен Нам гоняю Шторм Плывучий черт Первая Ударила по морю Но чернук Суднёк Суднёк Ссказ Слось А вторая Развернула К вошел Паруста Я сильней, ведь чуть не утомила, Я сильней, надеюсь, что спасла. В силе лита истинная сила, Жизнь и смысл одна из них наша. Вот улёкся веке две волны, На равнине моря не видны. Понятно вам, нет, о чём? Сказки нет? А две волны. Да, вот они разные, да, Одна пыталась утопить, Другая спасла. Вот. А обе потом перехищены, да, как будто бы. Гланиолус. Гордый и стройный. Достоинство полный. Томно спокойный. Ветрам непокорный. А следующая сказка называется «Про бакланов и пловца». Однажды бакланы сказали «Про бакланов, Мы знаем, какой ты в воде молодец, Давай все быстрее до тех островков!» Ответил пловец группы птицам «Легко!» Но что получу, когда первый приду, На тех островках только камни найду. Нет качества приза, мы рыбки дадим, А коль проиграет, с тобой посидим. Узнайте, взглянут, Кто из них победил, Подслушал и снял, Когда рыбу утил. Про сороку. Случалось ли с сорокой вам дружить? Нет, не с болтушкой девочкой, А с птицей. Коль будете той дружбой дорожить, Улыбки станут расцветать на лицах. Да, вот такая вот общительная сорока нам встретилась. А теперь про кактусенка. Маленький кактус спросил у мамаши, Как мне узнать, кто чужой, а кто наши. Мама на кухне была, Женита, пекла, кирожки, Отвлекала плита. Ах, наши покрыты иголками. Что ж, быстрым иголким Я стану, как еж, Ну и огромным, как сосны ели. Для малыша это ложные цели. Чтобы разобраться нам в чем-то сперва, Нужно понять, что же значат слова. Чтобы разобраться нам в чем-то сперва, Нужно понять, что же значат слова. На весенней на лужайке Как мальчишка-оголец В ярко-желтой модной мальке А дуванчик-сорванец Вечером росой умылся, Засыпая, видел сон Будто ночью превратился Он в зелененький бутон А к утру весна Хозяйка Тучки с неба прогнала И зеленая лужайка Солнышками расцвела Прокотят Смотрим и в окошко На заборе кошка На заборе пять хотят Не бояться, что слетят Даже прыгают в пусты С этой страшной высоты Слезли в лесокошка Потому что кошка Приняла домой котят Резли в маленьких ребят Прорезли в пушистеньких Пушистеньких Совершенно чистеньких Мы поставим им пока Две тарелки молока Печи спрються нелегко С шестером пить молоком Мы поставим им пока Две тарелки молока Печи спрються нелегко С шестером пить молоком Смотрим и в окошко Премьера была Мировая премьера Щенки Ой, ребята, что скажу? Со щенками я дружу Их шесть штук, а может пять Ей пока не сосчитать Нету маленьких щенков Ни когтей, ни клыков Глазки словно щелочки, зубки как иголочки Я за ними пригляжу Спасть коробку уложу Вот один, четыре, три Все в коробке, посмотри Славные барбосики, черненькие носики Толстые бутузики, кругленькие пузики А теперь сказка прайст Послушайте сказку о странной судьбе Как жил умный аист в гнезде на столбе А вот аист решил лучше рыть одному Чтоб жить без потерь не мешать никому Он, пользуясь ростом, смотрел далеко И жизнь протекала светло и легко Но вот поступили такие года О, вдруг я умру, не оставив следа Замучил беднягу ночами вопрос Одном из сомнений печали все рост Глядит на соседей, как им повезло Птенцы там решили вставать на крыло И начал подругу искать он везде Как вдруг аистика уселась в гнезде Пошел бедный ай, скорее подленец На этом, ребята, той сказке конец Маленькое чудо Топает по комнате маленькое чудо Маленькое солнышко, лучики повсюду Девочка-малюточка, глазки голубые Ангелочек ласковый, кудри золотые Счастье долгожданное топает по дому Папа рад без памяти ангелу такому Доченька любуется, нет ни в чем сомнения Это мамы копья, мамы повторения Чайпите, а следующая у нас сказка Закинул наш чайник, звуки издает Как большой начальник всех к столу зовет Я просила прядки, мама не дала А как списнул чайник, сразу принесла И еще на блюде принесла пирог Папа за компьютером усидеть не смог Он конфетку тайно для меня берет И совсем случайно в рот себе кладет А потом нам бабушка напекла блинов Сядем дружно рядышком Все поймем без слов Приятное событие наше, кайфики Глазунья У глазуньи желтый глаз Их на блюде... А сейчас? На меня вовсю глядят Неужели съесть хотят? Ну вы знаете, вот мы заметили, что можно о чем угодно придумать Песни, песенки или сиськи И вот мы тут вам поем песню о песне Не торопится еще весна Зелены пока лишь есть засна Редко радует нас небо просить И весна порою словно осень Эта песня как трава весной Победила холод затяжной Словно кепли весной цветы Пробудила лучшие мечты Как красточек, что асфальт сломал Словно отдал то, что занимал Будто флаги вырвались на мачты Словно выиграл внезапно мачты Я ее для вас тиши творил Широко в ней сердце отморил Проросла давнишняя мечта Вновь отрылись кости попуста Так, поверьте, искренним словам Я пою их этой песни вам Если вдруг понравится она То и к вам сейчас придет весна Эта песня как трава весной Победила холод затяжной Словно первые весной цветы Пробудила лучшие мечты Эта песня как трава весной Победила холод затяжной Словно первые весной цветы Победила лучшие мечты Эта песня как трава весной Про сливу Смотрите, слива как цветет Неужто сердце не поет? В душе рождается поток Ложатся строчки на листок Стихами хочется воспеть Над прозой рифмы взлететь Я ранним утром к ней бегу Налюбоваться не могу Какие нежные цветы От небывалой красоты Стучат в висках колокола Смотрите, слива расцвела А вот скажите, пожалуйста Что означает слово прок? По-другому как можно выразить? Прок это что? Такое старинное слово, конечно Может быть, вам незнакомое Ну, как вы чувствуете? Польза Польза, совершенно верно А вот скажите Какая польза от весны? Можете сказать? Какая польза от весны? Настроение Настроение, правильно По-другому сразу, да Да, а еще? По-теплу Вот, совершенно верно Еще есть какие-то? Какая польза? Ну, ладно Мы вам сейчас споем Как вот про пользу Которую мы видим от весны От весны лежащих кров Шаловливый ветерок Ширь над городом краса Ждущие листы леса Чистый высочий асфальт Вновь душе поющий ай Сил подъем Любовь и сон Что к едини стучит весок Голубы в небескруженье Лету плавное скольженье Оживление надежды Прочь тяжелые одежды От весны чудесный трон Написание этих строк Молодость в глазах и свет Столько б ни было вам лет Встреча с вами тет-а-тет Чтобы вместе спеть куплет И почувствовать родство Наших душ всего-всего Голубы в небескруженье Лету плавное скольженье Оживление надежды Прочь тяжелые одежды Голубы в небескруженье Лету плавное скольженье Оживление надежды Прочь тяжелые одежды От весны чудесный фронт На клумбе их можно узнать без подсказки Ступай осторожно Ну вот скоро будет лето, уже скоро будет, меньше уже чем полтора месяца Это быстро будет, тем более весна, она очень быстро проходит, да, к сожалению Но зато наступит лето, и мы вам сейчас про первый день лета споем Утро, город окутанный тьмой, нежится мир на постели Словно дыхание планеты самой, ветер ласкает ели Словно дыхание планеты самой, ветер ласкает ели Стоит ли встать, и тот же поймешь, выглянув смело в окошко Первый день лета свободу даешь, каждый волшебник немножко Первый день лета свободу даешь, каждый волшебник немножко Вот я зажмурюсь, дуну слегка, и фонари погаснут Звездам скажу, тихонько пока, звезды до ночи уснут Звездам скажу, тихонько пока, звезды до ночи уснут Просят красотки в прихожей одни, чтоб их скорее надели Будут у нас рожденья не дни, месяцы и недели Будут у нас рожденья не дни, месяцы и недели Сколько подарков ждет впереди, множество летних дней Сколько богатств кругом поглядим, школьнику нет родней Сколько богатств кругом поглядим, школьнику нет родней Можно на речку, можно в кино, можно носиться с мечом Все мы мечтали об этом давно, все будет нам нипочем Все мы мечтали об этом давно, все будет нам нипочем Фиалки Фиалки Милой листвою согреты Что там твои полушалки Арии запаха в летом Нежно поют фиалки В мире цветов соловьи Истинный бархат любви Летняя ночь Звезды удвоев сиянье шепчут земле Не бойся, нам не страшны расстояния Не суетись, успокойся Навнечь земля повернулась К небу цветку потянулась А сейчас мы с вами споем вместе завершающую песню Называется «Радуга» Радуга Радость бытия Мы счастливы друзья Вам спеть сегодня вновь простую песню про любовь Если не грусти, не ныти, не хандри Растает в сердце лёд, на небе радуга зайдёт Радуга 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 До мечты всего лишь два шага Синева, сквозь тучи синева Солнце, дождь, зелёная трава Снова солнца луч, порвет громаду туч, согреет всех теплом, обнимет ласковым крылом. Жизнь любви полна, что даже без вина, боль с песнями дружить, нам может голову служить. Радуга, дугою радуга, до мечты всего лишь два шага. Синева, сквозь тучи синева, солнце дождь, зеленая трава. Мы спасем себя, только будем жить любя, велиять каждый миг, наступит счастье через книг. Музыка звучит, и сердце так стучит, мы вас хотим призвать, давайте дружно поднимать. Радуга, дугою радуга, до мечты всего лишь два шага. Синева, сквозь тучи синева, солнце дождь, зеленая трава. Ра-па-пай-рура, пара-па-пай-рура, ра-па-пай-рура, пара-па-пай-рура. Музыка звучит, и сердце так стучит, мы вас хотим призвать, давайте дружно поднимать. Радуга, дугою радуга, До мечты всего лишь два шага. Синева, сквозь пучи синева, Солнце, дождь, зеленая трава. Радуга, дугою радуга, До мечты всего лишь два шага. Синева, сквозь пучи синева, Солнце, дождь, зеленая трава. Ну вот и следующий слайд, который покажет вам окончание нашей программы. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Вы были первыми слушателями целого ряда песен. Да. Спасибо. Все природе говорит, Все кругом себя дарит. 7 октября детская библиотека номер 43, культурный центр имени Драгунского, вместе со своими постоянными читателями отметила Всемирный день защиты животных. Он был придуман в 1931 году во Флоренции на Международном конгрессе сторонников движения в защиту животных. И с тех пор, ежегодно в начале октября, человечество обсуждает проблемы обитателей планеты. Библиотека, в свою очередь, предложила своим читателям окунуться в мир флоры и фауны и в необычной творческой форме понаблюдать за животными и растениями. Гости библиотеки, артисты Содружества творческих сил Анатолий Пережогин и Раиса Креницкая, прочли ребятам фото стиха сказки. Вот живет на свете еж, от иголок берет дрожь. Но всмотрись, как он хорош, не уколет, если все ж, ты решишь, коль не втерпешь, яблок дать ему. И что ж? Ты увидишь, это ложь, яблок есть, не будет еж, молока ему нальешь, благодарен будет еж. Темный кокон нависает на травинке над прудом. Из него вдруг вылезает стрекоза, ее был дом. Как могла в нем уместиться? Как развиться в нем могла? В небе будет, словно птица. Как к свободе путь нашла? Скоро уж обсохнут крылья на прохладном ветерке. Без заметного усилия вдруг взовьется налегке. Поэтическая композиция познакомила любознательных почемучек с привычками, повадками домашних питомцев и обитателей дикой природы. Приоткрыла тайны жизни птиц и цветов. Солнце всходит и сердце, как птица поет. Прямо в небо оно устремляет полет. Прямо в небо оно устремляет полет.